Сорунбай Джиенбеков накануне осмотрел здание нового детского сада в микрорайоне Тунгуч. В настоящее время в здании полностью завершены строительные работы, озелененные территории, игровые площадки для детей. Производится доукомплектование необходимого оборудования и инвентаря. В детском саду имеются ясельные, младшие и средние, старшие группы. Предусмотрены залы для музыкальных занятий, медицинский кабинет, столовая и другие помещения. Подробности далее. Накануне глава государства осмотрел здание нового детского сада в микрорайоне Тунгуч. Сорунбай Джиенбеков побеседовал с трудовым коллективом детского сада, отметив особую важность их профессии в процессе воспитания подрастающего поколения и пожелал им успехов и благополучия. Отметим, это первое дошкольное учреждение, построенное за счет местного бюджета. В настоящее время в здании полностью завершены строительные работы, озеленение территории, игровые площадки для детей. Производится доукомплектование необходимого оборудования и инвентаря. По словам директора нового дошкольного образовательного учреждения, детский сад является вторым социальным институтом в жизни ребенка, важность которой формирование личности детей переоценить невозможно. Наш садик рассчитан по проектной мощности на 140 детей. Значит, у нас младшая группа, ясельная группа, старшая группа, средняя и подготовительные группы. Принимаются дети с двух до семи лет. Наши воспитатели готовы уже принять у детей все, кто стоит в электронной очереди. По линии мэрии столицы на строительство дошкольного учреждения было заложено 43 миллиона сомов. Площадь здания составляет 1500 квадратных метров. На сегодняшний день порядка 600 детей стоят в очереди на обучение в этом детском саду. На первом этаже у нас также размещена столовая. В этой столовой я могу похвастаться. Установлено российское оборудование, которое не имеет аналогов в городе Бешкеп. Можно сказать, что такое оборудование только находится в данном садике. Также у нас на первом этаже расположен медицинский кабинет, отделенный от других помещений. Изюминка нашего садика также на втором этаже у нас большой зал, концертный. Там могут проходить музыкальные мероприятия, могут проходить и спортивные мероприятия. Отметим, в настоящее время идет строительство детского сада по улице Тенестаново. В течение трех недель начнется возведение еще одного дошкольного учреждения по улице Панфилова. В целом в 2020 году предусматривается строительство и реконструкция восьми садиков и трех школ. На 2021 год также предусмотрена большая работа, согласно которой сегодня идет подготовка проектно-сметной документации на 12 объектов. Это шесть школ и шесть детских садов. Их строительство предусмотрено в жилмассивах. Итого у нас получается, что за два года мы должны будем начать строительство и завершить порядка около 24 учебных заведений. Это школы и садики. В ближайшее время мы, наверное, начнем реконструкцию детского садика в 11 микроволновении на 140 мест. У нас предусматривается строительство садика на 100 мест. Это в жилмассиве Геличек. По линии школ в настоящее время у нас идет строительство пристройки школы номер 19. У нас идет строительство в жилмассиве Кокджар. И плюс у нас в этом году запланировано строительство пристройки школы номер 6. Это в центре города улица Розакова Московская. Всесторонняя поддержка детей, уважение их прав, защита жизни и здоровья каждого ребенка – одна из главных задач государства. Для реализации этих целей и достойного воспитания подрастающего поколения проводится большая работа по строительству социальных объектов и улучшению сферы образования. Сегодня в продвижении защиты прав детей сделано немало. Возводятся детские сады и школы, создана электронная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в нашей стране активно развивается институт фостерной семьи для детей, оставшихся без родителей.